Сейчас к другим новостям. В истории с летчиками российской авиакомпании, задержанным в Таджикистане, похоже, поставлена точка. Россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко сегодня освободили прямо в зале суда. Вылететь на родину они смогут уже в ближайшее время. Этим вопросом сейчас занимается российское посольство. Пилоты по-прежнему настаивают на невиновности, однако счастливы, что наконец-то вышли на свободу. О том, как это было, расскажет Родион Мариничев. Родион. Спасибо, коллеги. Вместо 8,5 лет лет летчики российской авиакомпании «Ролкан» провели в заключении 8,5 месяцев. Но даже это можно назвать большой победой российской дипломатии. О том, что Москва взяла свое, стало понятно уже сегодня утром, когда прокурор Хатлонской области, где слушается дело, попросил смягчить приговор Владимиру Садовничеву и Алексею Руденко до 2,5 лет и освободить их прямо в зале суда. Такое возможно благодаря президентской программе амнистии, принятой в Таджикистане в августе. Против, собственно, после выступления прокурора, кассационная комиссия удалилась на совещание, которое длилось более пяти часов. В это время обстановка была такой напряженной, что некоторые информационные агентства уже заранее сообщили об освобождении пилотов. Однако произошло это уже после обеда. И вот теперь перед вылетом на родину осталось решить только технические вопросы, которыми занимается наше посольство в Таджикистане. Сейчас летчики находятся в пути из города Курган-Тюбе, где они были освобождены из здания села суда. Город Душанбе, столица Таджикистана. Они едут в сопровождении сотрудников посольства России. Важно отметить тот факт, что посольство России опекает не только гражданина Садовничева, но и нашего соотечественника, гражданина Эстонии, Руденко. Председатель нашего посольства в Таджикистане Алексей Степанов отметил также, что пилоты чувствуют себя хорошо. Ну а Владимир Садовничий может вылететь в Россию уже сегодня. Его сопровождает сын, который приехал поддержать отца во время заседания кассационной комиссии. Новые решения республиканского суда приветствовали даже местные жители. Они собрались перед зданием, в котором проходило совещание, и заявляли, что считают предыдущий приговор несправедливым и хотят дружить с Россией. Но, собственно, официальной реакции нашего мира пока нет, поэтому неизвестно, прекратятся ли массовые высылки из страны таджикских мигрантов, и забудут ли в Россельхознадзоре об угрозе ограничить ввоз из Таджикистана овощей и хлопков, которых якобы регулярно находят вредителей. Сегодняшний вредикт уже приветствовали, собственно, президент Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. Ну а между Россией и Таджикистаном по-прежнему остаются разногласия. В общественной палате сожалеют о том, что приговор пилотам не отменили. Ну а руководство компании «Ролкан», где работали летчики, так и не удалось отстоять свои самолеты. Оба Ан-72 все равно конфискуют, несмотря на то, что уголовное дело в отношении компании приостановлено. Коллеги. Спасибо, Родион. Наш коллега Родион Мариничев о неоднозначном решении суда Таджикистана. Редактор субтитров А.Семкин